За турниром Супер Комбат. Настало время для главного события нашего сегодняшнего вечера. Это супербой в супертяжелой весовой категории. В общем, все с приставкой Супер. И турнир Супер Комбат. 30 лет Каталину Марушану, 28, Колину Джорджу. Значительное превосходство в росте будет у Колина Джорджа. Ждем появления Колина Джорджа. Все мы его помним, конечно, по его поединку с Владимиром Током. Причем тот поединок, как вы помните, Владимир Ток выиграл и стал чемпионом турнира КЛК, King of Kings. Но это был очень сложный бой. Такой вязкий, тягучий. Но также мы помним и встречу Колина Джорджа с Джеромом Лебонером. Вот там, конечно, маститый француз от соперника мало что оставил. Просто вмял его в канаты, в ринг. Но, с другой стороны, это все тоже опыт был для Колина Джорджа. А вот посмотрим, как он сможет справиться с огневой мощью Каталина Марушану. Каталина Марушану. Каталин Марушану также является одной из главных звезд турнира Суперкомбат. Очень эмоциональный, крайне харизматичный товарищ. Всегда очень агрессивен. Причем это касается не только его поведения в ринге, но и за его пределами. Всегда очень такие злые, недобрые взгляды в сторону оппонентов бросает. Ну а сейчас звучат, как бы это ни парадоксально вообще выглядело, да? Звучит танец Хака. Потому что мы его не видим, но звуки соответствующие. Это танец новозеландских воинов и новозеландских спортсменов, которые они исполняют перед тем, как выйти на поле брания. Ну, естественно, спортивное поле брания. Каталин Марушану, как правило, пытается подавить соперника своей огневой мощью, своим напором. Если это не получается, то тогда уже, конечно, у Каталины Марушану возникают определенные трудности. Колин Джордж носит прозвище «Зверь». Каталин Марушану, какorer» Каталин Марушану, как выступил культуры и человеку. Друзья и господа, пожалуйста, помогите мне приглашать один и единственный феном Каталин, Моришано! Да, ну вот ситуация на взвешивании повторяется, когда спортсмены вот так друг друга смирили взглядами. Итак, первый раунд. Очень интересно, как сможет справиться Колин Джордж вот с этим напором Каталина Морушано. И если он сможет с ним справиться, как будет действовать Морушано в свою очередь? Хороший внутренний лоу-кик в исполнении Морушано. Каталин, Каталин раздается в зале. И вот как раз под это скандирование пробивает очень неплохую двойку Колин Джордж. Ни в коем случае нельзя останавливаться Колину Джорджу, иначе его просто забьют. Надо постоянно двигаться, пытаться работать на ногах, без дистанции. И в клинче, конечно, не позволять вольности Каталину Морушано. Ну и, конечно, колено в голову. Колин Джордж. Падает Колин Джордж! Как все быстро произошло-то. Готов голландец продолжать. Тут же идет добивать своего оппонента Каталин Морушано. Не было пропущенного удара, просто под этим натиском оказался на полу Колин Джордж. Ни в коем случае нельзя ввязываться голландцу вот в эту рубку, в этот обмен ударами. Поджимает, поджимает Каталин Морушано. Работает правым боковым и левым боковым. И похоже, что с Колину Джорджу на сегодня достаточно. Нет, поднимется. Встает. Идет добивать соперника Каталин Морушано. И похоже, что добьет. Колин Джордж пытается выжить. Запутался в канате Каталин Морушано. И полон решимости он добивает своего соперника, лежащего на земле. Ну все, три нокдауна. Всем спасибо. Все свободны. Да, три нокдауна. Что это, если не остановка боя? Совещается с судейским столом рефери. Ну, согласно правилам, конечно, да, это остановка. Ага, бой продолжается. Замечательно. Ну что ж, это такой дополнительный определенный шанс для Колина Джорджа, который вновь оказывается на полу. И в этом весь Каталин Морушано, который очень эмоционально и крайне агрессивно себя ведет. Ну вот тоже не очень понятная трактовка правил. И какой здесь был нокдаун, кстати, дорогие друзья. Просто зацепился за канат ногой Колин Джордж и поэтому упал. Здесь не было никакого пропущенного удара совершенно. Но, опять же, если после этого технического действия был открыт счет. Ждем возобновления поединка. Каталин Морушано уверен в своих силах. Бой продолжается. Пытается вкладываться в удары Колин Джордж. Тут же срывает дистанцию Каталин Морушано. Опасные удары коленом, конечно же, у Колина Джорджа в голову. Но это, наверное, единственное, чем он может похвастать по большому счету. Ничего не было. Просто Колин Джордж не в состоянии справиться вот с этим напором, с этой мощью, которую предлагает ему Каталин Морушано. Очень интересный наскок сейчас продемонстрировал Колин Джордж. Но приземлил его довольно быстро Каталин. Каталин! Идет вперед Каталин Морушано. Зачем он отвернулся? Ну понятно, что это игра на публику, но тем не менее. Ух ты! Какой хай-кик заложил сейчас Джордж. Попадает левый сбоку Каталин Морушано. Опять ловит соперника на взлете. Такое ощущение, что Колин Джордж сам не совсем понимает, что ему делать с оппонентом. Жесткий удар слева. И продолжается атака Каталина Морушано. Проваливается Румын, но Колин Джордж не в состоянии его уронить. А вот сам Колин Джордж такое ощущение, что уже и рад бы упасть. Да пока нету таких ударов, которые могли бы его низвергнуть. Какой-то очень странный бой у нас с вами получается. Каталин Морушано. Опять зажимает соперника в угол Морушано. Очередное колено. Показывает Колин Джордж, что было столкновение головами. Не хочет Джордж драться. Просто не хочет. Делает все для того, чтобы потянуть время. Лишний раз упасть. Ну и с другой стороны в нокаут падать тоже у него особенного желания нет. То есть остановит бой хорошо. Нет? Ну, значит продержится. По туловищу работает Каталин Морушано. Еще раз. Вот опять падает Колин Джордж. Похоже, что бой хотят остановить. По-моему, угол Колина Джорджа хочет остановить этот поединок, потому что поединка, в общем-то, ну нет как такового. Желание выиграть у Колина Джорджа я, если честно, не вижу. А есть такое очень устойчивое желание у него выжить в этом бою. Не упасть в нокаут. Единственное, чем может порадовать нас и удивить Каталина Морушано, Колин Джорджа, это, конечно, удары коленом. Но они у него сегодня не проходят, не получаются, а посему выиграть ему просто особо и нечем. Вопрос только один. Сумеет ли Каталин Морушано закончить бой досрочно или же все-таки Колин Джордж дотянет до судейского решения? Третий раунд. Внутренний лоу-кик в исполнении Морушано. Вот, пошел активно вперед Колин Джордж, но тут же нарывается на левый боковой от Морушано. Опять зажимает соперником угол Каталин. Хай-кик в сторону Моря в исполнении Джорджа. Причем, в принципе, если бы Колин Джордж так сильно не боялся, да, и у него было бы желание работать, то могло бы что-то получиться у голландца. По своим антропометрическим данным, значительно он превосходит Каталину Морушано. Но, если говорить о желании жить, о желании биться, то, конечно, здесь Морушано на две головы сильнее. Просто отталкивает соперника Колин Джордж. Хороший удар по корпусу, жесткий. Весь зал услышал. Опять колено в голову, не проходит у Джорджа. Каталин Морушано уже, по-моему, сам устал гоняться за соперником, который никак не хочет ложиться в нокаут. Ну и, с другой стороны, и Морушано сам не так много попадает в последнее время. Все в блок или в корпус? Не хочет драться, совсем не хочет драться Колин Джордж. Категорически. Вот сейчас попал, правда, правым прямым. Нашел момент для атаки голландец. Хороший удар. Колено в голову. Показывает Колин Джордж, что был удар ниже пояса. Но я боюсь, что это очередная попытка затянуть время. Хотя, может быть, и удар был, конечно. Но это, наверное, счастливый случай для Колина Джорджа. Неплохой удар справа в исполнении Колина Джорджа. Но вот посмотрите, почему он не мог так работать с самого начала. Ведь проходит же удар у Колина Джорджа. Стоп! 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 Общая картина от этого вечера оказалась смазанной заключительным боем. А именно действиями Колина Джорджа. Который и сам не мог, и и другим не давал делать свою работу. Хотя, вот посмотрите, да, периодически доставал своего соперника Колин Джорджа. И у него получалось это относительно неплохо. Другой вопрос в том, что не было такого желания, как у Каталины Марушано, одержать победу в этом поединке. Не знаю, с чем это было связано. Не знаю, с чем это было связано. Не знаю, с чем это было связано. Находимся в ожидании судейского вердикта, который, конечно Это, конечно же, огласит нам победу Каталина Марушану. Да, конечно, Каталин Марушану выигрывает этот бой, никаких сомнений здесь нет, но хотелось бы, конечно, чтобы эта победа была чуть более яркой, и хотелось бы, чтобы бой был чуть более конкурентным, но, увы, Колин Джордж сделал все, чтобы заслушать этот поединок, чтобы не пропустить сильный удар, сделал все для спасения себя любимого. Звучит песня We are the Champions, это обращено, конечно же, Каталину Марушану, который, похоже, сейчас получит какой-то там чек. Поздравляем, Каталин. Каталин сильный парень. Уважаю Колина. Я вернулся, я надрал ему одно место. Спасибо, Румыния. Спасибо, Евроспорт. Люблю Евроспорт. Мы тоже любим Евроспорт. Следующий турнир Суперкомбат состоится на канале Евроспорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И.Б какой-то